Перед началом данного видеоролика убедительная просьба его выключить. Всем привет, с вами Бутер, и мы продолжаем проходить визуальную хоррор-новеллу под названием «Зайчик». В прошлой серии творился лютый пиздец, я думаю, вы сами всё прекрасно помните, как из Кати в прямом смысле этого слова сделали мясной фарш. Да, мы с Ромкой наткнулись на мясорубку в гараже, наткнулись на гараж, там на мясорубку и лежащую в ней Катю, которую буквально, ну, завертела, засосала вот внутрь. Вот так вот, я немножко отдохнул от «Зайчика», потому что записывал серии подряд, очень устал. Вот, если вам покажется, что у меня язык заплетается, не удивляйтесь, это нормально. Господи, вот. Короче, ладно, продолжаем проходить «Зайчика». Я надеюсь, что эта серия будет последней в этом прохождении. Ну, не последней, но уже ещё пятые эпизоды, может быть, шестые. Соответственно, будем там продолжать. Ну, а пока что у нас только четыре эпизода, да. Я просто надеюсь, что сейчас я этот эпизод последний, ну, четвёртый, который имеется, я допройду. Вот. Напоминаю, что мы встретились с Алисой и её друзьями, привели Олю. Вот, подальше от вот этих вот родительских разногласий, вот этих вот ссор, решили отвлечься. Увидели случайно в окне зверят вот этих вот, вот, наших типа друзей. Вот, и решили с ними поиграть. В принципе, собственно... Господи, давайте играть. Так. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. И это после всего, что я видел в гараже. Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку, журчание которой глушило все дурные мысли. Какие у вас красивые костюмы! Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. Ооо, какая очаровашка! Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Я покосился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. И сказал, обняв сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто! Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Какого еще такого Деда Мороза? Олю мне не тронь. Глаза сестренки округлились. Как? Нужно идти по сладкой тропинке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. Оля всплеснула ладошками. Посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Сестра захрустела конфетой. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Почему ты мне не рассказывала? Я рассказывала. Сегодня дня. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала. Пока ты спала. Так. Это настораживает. Я не знаю. Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом, точно факелом. А? Алиса инстинктивно двинулась за ней и засмеялась, вынув из сугроба вторую конфету. Бля, меня это настораживает. Куда они меня ведут? Вы такие бодрые. Вы такие бодрые, на вас аж смотреть противно. А ты давай не зевай. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Скажешь тоже. Скорее уж мне на голову свалится три кило конфет, чем я поверю в байки виситца. Когда сладости стали падать на макушку медведя, я сам не удержался от смеха. Так забавно он ойкал и втягивал в шею. Упрощения перевалились на снегу. Медведь чихнул и достал из уха мишки на севере. Я бы вздремнул часок. А уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса донесся крик Алисы. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Меня это настораживает. Я пожал плечами и побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Что-то круглое пролетало возле моего виска. Я решил, что это снежок, но Оля воскликнула. Зефир! Не подбирай, он испачкался. Ты что, веришь в микробов? А ты нет? Раньше верила. Стройные сосны великаны встречали нас шорохом своих лап. Снег снова валил снизу вверх, в бескрайнее черное небо. Сугробы полыхали, точно расплавленное серебру. Как же красиво! А я думала, в лесу страшно. Нас родители пугали лесом, снегом и совой. Ну а мы с собой играли в снежной чаще под луной. Если честно, я до сих пор не верю Алисе и ее вот этим вот друзьям. И тем более хозяину леса, что они могут быть безопасными. Поэтому я не знаю, чего от них ожидать. Ведут двух детей, блядь, в лес. Какому-то Деду Морозу, которого, уж простите, не существует. Я старался не упускать из виду Олю. Но это было довольно сложно. Сестра то кидалась за кусты, подбирая все новые конфеты, то смеясь, выпрыгивая на тропинку. Они таким образом, типа, затягивают конфетки, конфетки, конфетки. А вот сейчас, блядь, ну не знаю, не настраживает вот эта тема. Совушка пронеслась над нами. Села на ветку и заухала, мотая головой. Волчек вскопал мордой снег. Вытянул горсть жвачек и проглотил, не снимая обертки. У тебя будет несварение! Волк испугался и выплюнул жвачный кум. Враки, враки, злые собаки! Нет никаких несварений. Вся эта чушь случается только со взрослыми. Алиса встала как вкопанная и важно отодвинула полог переплетенных веток. Так в театре открывают занавес. Ага, снежный какой-то дворец. Смотрите-ка. За преградой была поляна, а на ней серебрился дворец изо льда. О, это все взаправду? Защипнуть. Не надо ее щипать. Мы смотрели на сверкающее чудо. Бешенки, ой, башенки и стены были выложены из снежного ледяного и ледяного мрамора. Где-то ласково звельнели колокольчики. Отчетливо пахло шоколадом и жженым сахаром. Милости прошу к нашему шалашу. Угу. Мы показали свое убежище. Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, вертясь и жмурясь от слепящих искр. Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Пушистые помпоны покачались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. Он был таким, как я себе воображал давно-давно, когда еще верил в мамины сказки, высоким, сильным и косматом, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его, густой и глубокий, окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга! Ох, и намучились же вы ребятки, пока сюда добирались. Бля, меня это настораживает. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли! Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми. Звонко, беззаботно, словно он был ее ровесник. Знаю! Все знаю! Меня это настораживает. Мне мои друзья докладывают. Рога типа, это хозяин лесу. Ну, прямая отсылка же, да? Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем Конфет не запасаем. А я не ленилась. И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Все это время я молчал и смотрел. Мой взгляд будто примерз к старику. Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до луны. Но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Есть у меня для вас кое-что особенное? Бля, не надо. Давайте уйдем, а? В его огромной руке появился мешок. Нос ударил запах какао, халвы и мандаринов. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Разве то конфеты были? Так, одно название. Пожалуйста, давайте уйдем. Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из Небыляндии привезенные. Ха-ха-ха-ха-ха. Я меня, я повторюсь, я настораживаюсь, я не могу, блядь. Это все не взаправду. Такая мистическая игра, такая хоррор игра, и тут вот какие-то такие чудеса. Полеты на луне, блядь. Дед Мороз, блядь, каким-то хуем. Меня это все настораживает. Я, блядь, не могу. Из Небыляндии? Пожалуйста, давайте уйдем, блядь. Антон, бери Олю, и все, и мы уходим. Сразу бы вам их дал. Заслужили. Пожалуйста, нет. Ну, есть правило. Ха-ха-ха. Надо бы вам три дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. Плесь, давайте уйдем. Я не хочу. Я не успел... Я не успел разлепить пересохшие губы. Да! Тогда слушайте первую. В нем живут машины и хранятся шины. Гараж, наверное. Ну, что ты намекаешь, блядь? Я посмотрел по сторонам. Нет, на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени прятались на стенах. Что-то тихо гудело, и я подумал, рабея, это ворчат их желудки. Гараж! Верно! Хе-хе-хе! Давай уйдем, пожалуйста. Теперь вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит, как тень. Посудой гремит, на всех шипит. Ну, мама, Антона и Оля. Я вопросительно вскинул бровь. Мама? Оля потянула руку. Можно я, можно я? Это кошка! Я до сих пор хочу уйти, меня эта хуйня настораживает. Только вот незадача, ребятушки. Запамятовал я, о чем же была эта загадка. А может, наши друзья зверята нам подскажут? Ряженые дети с гоготом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе, смутно напоминающим пляску у моего окна ту злополучную ночь. Дед Мороз сидит на троне, пряча в бонус мешок. Не дайди на стихком долгу, прозвищай скорей. Миша! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Дед Мороз засмеялся, довольный. Убедили старика! Получайте! Он высыпал из багрового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Жвачки самых разных форм и расцветок, вкусно пахнущие, с торчащими вкладышами. Леденцы с размером с кулак и мандарины размером с соленую голову. Киндер сюрприз, вот этот... Твикси, Милки Вэй, Милки Вэй, да. А, Милки Вэй, Спикке, Спикке, Сникерс, ну понятно, Маунтс, Баунти, вот это вот Милки Вэй, Твикс, а тут чё? Индер, Урпрейс, да. Ну понятно, аналоги, замещающие вот это всё. Помэла, господи, бананы, мандарины, бля, ну нет, надо уходить, чую. А ещё, Сникерсы, Марсы, Баунти и Киндер сюрпризы, которые мы так давно не пробовали. Ой, спасибо! Я вытер рукавом выступившей слёзы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Именно этого я и хотел несперить. Нет, ну надо уходить, ну пожалуйста! Настоящая небылянтия, без унижения и запретов. Наконец-то мы будем счастливы. Не надо! Дед Мороз распрямился, покидая трон и воздел руки над угощением. Звери по бокам тоже подняли лапы. Их глаза блестели ярче драгоценных камней. Пасть волка была мокрой от слюны. А будет пир на весь мир! Звери, толкая серыча, бросились поедать конфеты одну за другой. Рты у них были вымазаны чем-то тёмным. Сестра схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маякник. Маякник. Давайте сохраним этот момент. Это тоже выбор. Господи. Всё, мы сохранили. Так, можно принять конфеты. А можно отказаться. Я чую в этом какой-то трэш. Поэтому я отказываюсь. Я вцепился воле на запястье так, что она пискнула. То ли от боли, то ли от неожиданности. Не ешь. Бля. Господи. По залу прошёлся настороженный шёпот. Шевельнулись ушки масок. Тени перебежали с места на место. Что такое? Что случилось? Ничего страшного. просто Доша верит в несуществующий диабет. Рассказни родителей. Разбудите меня, когда он перестанет валять дурака. Дед Мороз склонился надо мной. От него пахло карамелью и совсем чуть-чуть сыростью. Давайте не будем портить праздник, друзья. Сегодня каждый должен веселиться. Ешьте и пляшите! Давай ты нахуй пойдёшь, а? Оля попыталась отнять руку, но я не разжал хватки. Я смотрел на сладости, на высокого старика и принюхивался к просачивающемуся запашку. Гниль, маскированная приторным ароматом, вонь дикого зверя. Казалось, какое-то сильное наваждение перестало действовать. Вернулся холод, усталость и страх. Спасибо, но мы сыты. И мы пойдём, наверное. Мама с папой переживают уже. Я потянулся с рук к выходу, но Алиса стала на перерез. В руках она держала фарфоровую тарелку. Мне померещилось, что блюдо наполнило опарышами, но как только взгляд метнулся к подношению, вместо тошнотворно шевлящейся массы, там оказались мармеладные змейки. Я тебе не верю. мы даже больше, чем друзья. Вспомни, что я обещала. Никто не причинит тебе зла, пока я рядом. Ни тебе, ни Оле. Так что съешь, пожалуйста, всего одну. Я не вижу. а? Вот сами посудите. Ладно, отбросим вот эти все моменты, когда неизвестные существа, не знаю, люди, животные, ведут тебя в тёмный лес, в какой-то ледяной дворец, чтобы там Дед Мороз тебя напичкал конфетами. Ну, сами спросите себя, так бывает? Так не бывает. А бывают ли лисы, которые всегда выполняют свои обещания? Помогла ли эта лиса выполнить обещание, ну, типа, найти Вову, рассказать о Семёне, там, о Кате, которую мы вот нашли в мясорубке, да? Помогла ли это она сделать? Не помогла, ни разу не помогла, типа. А какие лисы бывают хитрыми? И как лис называют? Ну, хитрыми, блядь, плутовками. Она пытается нас обмануть, а Антон пытается, ну, не знаю, ну, сейчас, конечно, отнекивается, нет-нет-нет, мы ничего не будем, типа, делать все дела, но, поначалу, он, ему нравилась Алиса, но, блядь, не надо забывать, что она плутовка хитрая, это лиса, она обведет вокруг пальца тебя, и, бля, будешь потом глотать свои слезы и сопли от случившихся событий, поэтому я не доверяю Алисе, несмотря, какой бы она хорошей сейчас не казалась, но она все-таки хитра, очень хитра, и Антон это пока не подозревает, понимаете? Антон, пусти, ну, пусти! Теперь и ты все мне запрещаешь, прям как мама! Оля билась в истерике, селясь, селясь разжать мою хватку. Это неправильно, все здесь какое-то неправильное. Угу. Вот как? А ты не задумывался, что из неправильного тут только твое мировоззрение? Ну, Хобби заговорила, видите? Как ты думаешь? Что делают те таблетки, которые ты глотаешь круглые сутки, ммм? Они искажают реальность, путают мысли, уводят тебя со снежной тропинки. Я с подозрением посмотрел на Алису, пытаясь найти, чем ее, чем ей возразить, но не смог. Вспомнились окровавленная варежка Вовы, обрубленный палец Семенов в пакете. Все это было лишь иллюзией на кошмары, терзающие мой больной рассудок. Старик потрепал за ушком громко чавкающего волчика. Я знаю. Что ты знаешь? Мне шепчут ветра и тени, холодные звезды и безграничные небеса. Они говорят, что дети не хотят взрослеть, превращаться в тех, кто живет запретами, угрозами, наказаниями. Каждое следующее слово он говорил все громче. Ожиданием старости и смерти. Дети живут мечтами. О, я отлично знаю детские мечты о счастливой и беззаботной жизни. Той, в которой есть чудеса и дикая свобода. Голос его был громом, от которого волосы на голове вставали дыбом. Все это будет вашим. Стоит только захотеть. Стоит только попросить. Но реальность-то другая. Такого никогда не бывало ни с кем. М? Конечно хочется верить в чудо. Но блять реальность-то совсем другая. В реалии дети взрослеют. Там заканчивают школу, поступают в институт, ищут работу в конце концов, создают семью. М? Стареют, растят внуков, и все. Как бы гнетуще это не звучало, реальность она реальность, типа. И совсем шепотом. Стоит только согласиться. А мы не соглашаемся. Согласиться. Ну Оля все уже опьянела. Вот этой вот. Словно эхо повторила зачарованная Оля. Да, моя дорогая, вкусить это! Старец скнул перстом в сторону лисицы. Я прошу тебя ради всех нас. Ради меня, ради сестры. Зайчик, отведай хотя бы кусочек. Неа. И тогда ты все поймешь. вы уже поняли мое мнение. У меня возникло чувство, что ледяной ветер дует из дыр ее глаз, из темных глазных провалов других зверей и долговязого старика. Морда совы нервно подергивалась. Пасть волка истекла слюной. Медведь переминался с лапы на лапу, в раз избившихся от сонливости. Подождите. избавивших избавившись от сонливости. А сзади нависал тот, кто все это время притворялся Дедом Морозом. Я сказал мы уходим. Доктор Джекил, вы сохранили человечность. Я сказал мы уходим, да. Я покреив частичну руки сестры, конфета выпала из ее пальцев, шмякнувшись об пол. Теперь и Оля испуганно озиралась. Я сказал мы уходим. Алиса передразнивала меня и вопреки всему я испытал острую обиду. Ну какой же ты все таки дурачок. Я услышал мелодию флейты, но теперь она напоминала свист хлыста или огонию рыбы, выброшенный на лед. Музыка трепыхалась и била по ушам. Так, секундочку, секундочку. вопреки. заполнил детский плач, перерастающий в звериный лай, хруст костей и звук лопающих шкур. Лопающихся. В гребезге разбилась фарфоровая тарелка, до краев наполненная опарышами. рыжая шуба Алисы лопнула по швам, выпустив смердящий пар. Ее искореженная морда оскалилась и вновь шибанула мне в ноздри. Лиса кричала, а кровь текла по ее щекам, будто слезы заставляя шерсть слепаться. Облысевший хвост бил позвонками о стены. Ну вот я говорил, я говорил, я заслонил с собой плачущую сестру. Ужас винчивался в живот, бежал по кишкам, подступал к горлу. Хотелось сорвать очки, чтобы всего этого не видеть, выдавить глаза, чтобы навсегда ослепнуть. Обернувшись к шове, я скривился от отвращения. черви копошились в перехе маски. Сгнивший клюв щелкал, как садовые ножницы. Я отшатнулся, едва не врезавшись в волка. Его морда вытягивалась, кости хрустели. Зубы торчали из гноящихся десен, словно осколки стекла, а разбухший язык неустанно их облизывал. Краем глаза я заметил, как медведь загородил проход. Каждый миллиметр его плоти сочился алой сукровицей, сукровицей, личинки заклеили светящиеся глаза. Я протянул шокированную Олю к себе, в панике ища выход. Нога угодила в груду сладостей, но это были уже не конфеты. Бля. На полу лежали человеческие останки. И вот что было бы, если бы мы попробовали эту парашу? Ребла в лохмотьях мясо и выкорчеванные челюсти. Бисер зубов и заплесневелые кости таза, крошечные черепа и плавающие в реках крови скальпы. И наконец Дед Мороз, который оказался хранителем леса. А я говорил вам, надо мной надо мной завершалась рогатая уродина, сжимая в длинных когтистых руках костяную флейту. Гигантский, сбросивший обличие старца козел. Черный, источающий ненависть и злобу, он испепелял раскаленными углями глазищ. Его рога царапали потолок. лёд. всё растаяло. Лёд откалывался и таял, стекая в грязные лужи, и под ним обнажались металлические стены. Я понял, что мы обречены в тесном череве темницы, оцепленённые выющими чудовищами, и оставалось лишь крепче прижимать к себе сестру и смотреть, как сужается круг, как мерзкие лапы тянутся из кровавого марева. Позлых хозяин я разорву их на части. Я вырву их глазные яблоки и трех на их сочащихся раны. Я я пасть рычащего волка клацнула словно капкан, и густая белая пена брызнула в нашу сторону. Тут же заживо гниющий медведь глубоко оттолкнул бешеного собрата. Думки, мой черед веселился. Как же он добился слой житель сраный гуньёш? Да, я живьём взорву кожу с этой крёбаной козятки прямо на глазах её братца. Я застрял его смыть собственную сестру. Накородил её бьёс от её патрахань. Один хуже другого звучит. Пиздец. Пожалуйста, хозяин. Казалось, сейчас его морда треснет, расколется, как яйцо, из которого проклюнется что-то ещё, более мерзкое, страшное. В оскалившегося медведя вцепились совиные когти, ключи, не давая тому приблизиться. «Оно моё, но я в выберетке, лапы прочь от девчонки». неохочущий зимой свалился кучу, барахтываясь в кишках полным металлом жилья. Они были, на них списались, вырвали вдов игрушки клочки шерсти и горсти перьев, которые растерзали круга, как скоро голодный кусок из-за объекта. А я за объекта. Как взлетно. Блядь, объекта. Вдруг визит клейты отдёрнул их словно поводок. Ой, классная превьюшка. Хозяин стаи околдовал страшил своей душераздирающей музыкой, вновь обратив их в неподвижные молчащие марионетки, верно ждущие команды фас. Так, давайте мы вот это вот заскриним, если получится. Ну, кое-как получилось, нормально. Ладно. Козёл перестал обгладывать флей... обгладывать флейту из берцовой кости. В последний раз смолкла дьявольская мелодия, хор вопящих младенцев, угодивших под каток. Кусок сырого человеческого мяса шлёпнулся у моих дрожащих ног. Я мёртвая 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 снежка в мультфильме. Возможно, она потеряла сознание от душераздирающего зрелища. Мне хотелось разрыдаться в истерике, сойти с ума, умереть быстро и беззаболезненно, прямо здесь и сейчас. Но, увы, я не мог. Я по-прежнему оставался в камере пыток, выбирая между ужасным исходом в желудках чудовищ и каннибализмом. Шерстяные... Ой, сейчас будет выбор съесть мясо либо спастись. Ой, либо быть съеденным. Шерстяные мясорубки не сводили с меня свои алчные вечно голодные глазёнки, готовые обглодать и перемолоть все мои кости, если я посмею отказаться от предположения их хозяина. Но, стоит мне согласиться, я так же, как и они, навсегда утрачу свою волю и разум. Превращусь в вечно голодающую голодную тварь, пляшущую под дудку кровожадного безумца. И наверняка погублю Олю и всех, кого я так люблю. Губы мои тряслись, тошнота выворачивала наизнанку, но я нашёл в себе силы закричать. Никогда и ни за что! Я человек! Эти слова могли бы стать моей эпитафией. Но я понимал, что никому уже не суждено найти мои останки. Настала гробовая тишина. рогатая тень накрыла нас. Сладкое мясо! Внезапно Алина заметнулась к козлищу и встала между нами, крошечная на фоне огромного монстра. хвост волочился за лисой, рисуя алый след. Блохи скакали по её спине и проступившим костям. Подожди! Не спеши так! Не стоит! Зайчик нам ещё пригодится! Зайчик нас покормит вкусненько! для медведей и лисы! Зайчик кушать принеси! Пламя в его глазницах замерцало. Замёрзшие истуканы недовольно оскалились. Вернуть ветер сны ищих! Разорвать и сожрать! Чтобы славить! кожаный мешок стребувай! Заткнитесь в пустомеле! Разве вы не чуете? Разве вы не помните? Когда он чуть не укусил луну на снежной поляне? Людоеды замолкли, разочарованно сглатывая слуну. Алиса тем временем крутанулась и вновь предстала милым ребёнком в маске лисицы, которую я впервые повстречал январским утром. Она двинулась ко мне скользящей походкой, растворяя весь ужас вокруг запахом апельсина, порохом, петард и волшебством. Её ласковые лапки нежно коснулись мои щеки убрали слипшуюся прядь с моего лица и заключив меня в объятия, Алиса сладко зашептала. Тоша, ты хочешь спастись? Я замолчал, стиснув зубы, боясь отвести взгляд, чтобы не разрушить мимолетное видение. Мой милый, скажи, ты хочешь спасти свою сестру? Ну, да, хочется. Слезы брызнули из глаз и я заревел. Да! Хватая лисичку за подал юбки, я продолжал схлипывать и дрожать. Скажи громче, чтобы все слышали! Не помня себя от горя, я закричал, умываясь слезами. Да! Тут же мой рот наполнил металлический привкус крови. Черные пальцы лисицы пропихивали кусок человечины глубже в мою глотку. Я упал на четверенки, давясь и кашляя кровью, не в силах срыгнуть ставший в горле кусок плоти. Меня вновь обступили со всех сторон разглагающиеся твари. посмешащие. Позволок хозяин, я откушу от девчонки самую малость. Нет, не откусишь нихуя. Бурлящая злоба утопила мое сознание и что-то чужеродное и первобытное вырвалось из меня свирепым рыком. Только попробуй, и я вырву твой поганый язык и засуну глубоко в клаку ты, безмозглая курица. Угу. Зловещая сова ошеломленно отпрыгнула под улюлюканье лисы. Мой голос смолк, а затем меня сложило пополам. Изо рта брызнула рвотная каша с непережеванным угощением. Ты права, зайчик. Палец кнулся в меня. Казалось, что это нож водился в солнечное склетение по самую рукоять. Твой черед угощает нас. Добудь следующей ночи мясо, а иначе... Иначе иначе Алиса молча отступила в тень, а козел приблизил ко мне зловонную пасть и прорычал. Иначе вас вели всю твою семью. Он рубанул копытом в пол, и я побежал прочь, как ошпаренный, забыв про все. Сидишь с москва с москва с москва в спину неслось многоголосье сидим, сожрем, живьем, а Оля лед падал мне на плечи кусками и вмерзли дохлые грызуны. Я вырвался на волю, туда, где сосны шевелили ветками и сыпали снегом, словно кашевары, сдабривающие солью явства. ветер драл мои волосы. Я повернулся и похолодел. Гараж! На моих глазах гараж исчезал, растворялся слоями, тускнел и становился прозрачным, а потом порыв ветра смел фантом черных стен. И только сейчас я понял, что давно выпустил руку сестры и она осталась в логове чудищ. На месте, где минуту назад стоял дворец, рос сугроб. Из его верхушки торчала девичья кисть, как крест из могильной насыпи. Вне себя от ужаса я бросился к сугробу и принялся расчищать снег. Под белой массой оголялось плечо и бледная уличкина личико. ее посиневшие губы дрогнули жива. Я сейчас! При мысли, что при мысли что-то же при мысли что то же самое я говорил Кате у меня пересохло в горле. Я копал и умолял ее держаться. Уже дошел до живота. Голосок был слабым. Ничего отнесу тебя домой согрею шоколадом напою ты только не засыпай слышишь ты только мои пальцы напоролись на что-то липкое и горячее я разгреб снег он сделался красным и рыхлым что это что это там это не ты я сглотнул почему ты не течаешь а что я мог ответить нет блять я отказываюсь в это верить блять вы сами все прекрасно прочитали Оля склонила голову и уставилась на безобразные трубки она истошно завопила пяша пропал пяша 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 Ой. Спасибо. Либо вы прошли четвёртый эпизод визуальной новеллы «Зайчик». Искренне благодарим вас за то, что приобрели игру на раннем этапе разработки. Все собранные средства будут направлены на продолжение игры. Да. Что мы только что увидели, я... Я не представляю. Бля, это пиздец какой-то. То есть, получается, это реальный исход событий? Или же всё-таки это... Ну... Сон. Кошмар. Типа, бля, произошло много всего. Ну вот, смерть Кати я ещё как-то могу... Пережить. Ну, блядь, то, что Оля была... Блядь. Ну, вы всё прекрасно сами видели. И я отказываюсь в это верить. Я надеюсь, что... Оля всё-таки жива. Что это был просто дурной сон. Блядь. Блядь. Это жесть. Это же... Это ёбаная жесть. Я не хочу... Блядь. Пропала Биаша. Ну, кстати, было вот ожидаемо, что он пропадёт. Типа... Вот мы его взяли с собой на это, на дело. И он там убежал и пропал. Да и если бы мы его не взяли, типа, он бы остался один и пропал. Ну... Да. Короче, это очень стрёмный исход событий. Я искренне надеюсь, что мы найдём всё-таки Бяшу. Что... Ну, это как-то раскроется. То, что мы Олю найдём. Я не верю в то, что она умерла. Блядь. Даже когда её кишки были наружу, и это было показано. Я не верю, что она умерла, блядь. И я не понимаю Антона. Почему он убежал и не забрал с собой сестру? Её бы гладали, блядь. Пиздец. Ну, вот такой вот зайчик. Я не могу что-то сейчас сказать, потому что я в ахуе, бля. Я не знаю, что говорить. И, конечно же, продолжение нас ждёт. Но мы уже поняли, что... Медвежутка, вот этот вот... Алиса, волчок, совушка. Это все монстры. Это бывшие дети, наверное, которые попробовали плоти и превратились в этих ужасных монстров. Мы тоже попробовали плоти. И вот мы зайчик. Да? Об этом-то и игра. Короче, это просто... Игра-то крутая. Бля, но, бля, я искренне надеюсь, что разработчики всё-таки, ну, типа, продолжат это таким образом, чтобы это всё оказалось сном. Потому что я отказываюсь верить в смерть Оли. Это ужасно. Это правда ужасно. Типа... Ладно, орудовал маньяк. Пропал Вова. Пропал, господи, Семён. Там. Сеня пропала. Вот Катя пропала. Это маньяк орудовал. Вот. И сами вот эти животные говорили об этом. Но они убили... Бля. Ребёнка маленького. Я отказываюсь, короче, в это верить. И надеюсь, что разработчики, ещё раз повторюсь, опровергнут её смерть. И она всё-таки не умерла. И это всё бы оказалось сном. Каким-то видением. Вот. Потому что мы даже тоже вот тогда проснулись посреди урока. И Антон явно и чётко помнил, как он лёг в кровать, видимо. Проснулся посреди, ну, утра. И ему казалось, что это было всё не по-настоящему. То, что они там прыгали до луны. Бля. И может тоже это был сон? И Оля в итоге жива. Короче. Надеемся. Будем надеяться, что именно Оля, она... Её смерть разработчики опровергнут. Потому что я отказываюсь. Отказываюсь в это верить. Да. Вот так вот. Что бы нам сейчас вот не показывали. Ну, я думаю, вы меня поняли. Ну, а вы меня можете поздравить. Я прошёл четвёртый эпизод Зайчика. Соответственно, когда выйдет пятый эпизод, шестой эпизод, мы, соответственно, на это всё посмотрим. На это всё пройдём. Сюжет у нас продолжается. Это не концовка была. Вот. Поэтому, собственно, продолжим именно это прохождение проходить. Как бы тактологично это ни звучало. Но, да. Будем проходить. Будем ждать новостей от разработчиков. Будем ждать новых эпизодов по Зайчику. А выйдет они, мне кажется, не скоро. С учётом того, что этот эпизод вышел очень... Ну, как, типа, недавно, в мае где-то примерно. Ну, да. Короче, это очень ужасные события. Я отказываюсь в них верить, блядь. Ждём, собственно, продолжения хорошего от разработчиков, где в пятом эпизоде нам покажут... Неизвестно пока что, но я на это надеюсь, что Оля всё-таки жива. Жива, да. Игра супер, игра класс. Вырви, сука, мне глаз. Да, короче, вот так вот. Вот так вот. Чё можно ещё сказать? На этом всё. Тогда ждём продолжения. Вот. А вы ждите моего прохождения. Если вам вдруг стало интересно за ним наблюдать. И за моим ахуем. Вот так вот. Короче. Как обычно, ссылочка на плейлист с прохождениями, с двумя прохождениями, напоминаю, зайчика, будет в описании под этим роликом. Также в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал. Если вам будет интересно, перейдите по нему, по ссылочке. И, в принципе, посмотрите, что у меня такого там творится в этом телеграм-канале. Вот. Ну, а вам спасибо за просмотр этого видеоролика. И с вами, как всегда, был Бутер. До свидания. Пиздец, блять. Пиздец. 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 Продолжение следует...